уважаемые подписчики сегодня предлагаю испечь австрийский стопроцентный цельнозерновой пшеничный хлеб для начала приготовим полуквас для этого возьмем все указанные ингредиенты и замесим стартер мы берем из холодильника он может быть ржаной пшеничный какой угодно так как стартер это просто колонии микроорганизмов которые мы вносим в тесто все хорошо размешиваем и оставляем до следующего утра несмотря на то что этот хлеб на сто процентов состоит из цельнозерновой муки а также будет иметь длительное холодное выражение можно предположить что он будет достаточно кислым но это не так кислинка в нем ощущается очень-очень слабо и все это благодаря именно двухступенчатой закваски на следующий день приготовим квас берем все указанные ингредиенты и смешиваем когда мы используем воду свыше 40 градусов мы всегда сначала наливаем воду затем муку и только потом добавляем закваску это делается для того чтобы самого начала задать закваски необходимую температуру для того чтобы все процессы начали проходить достаточно быстро и и и После того, как квас у нас созрел, мы делаем ферментолис. Для этого смешиваем холодную воду. Я взяла воду из холодильника. Она может быть между 4 и 10 градусами. Закваску. В нашем случае это квас, то есть вторая стадия закваски. Мы видим, что закваска у нас очень активная, она не тонет, а остается на поверхности. Именно таким образом вы всегда можете проверить готовность вашей закваски. То есть, если ваша закваска пронизана пузырьками воздуха, это еще не значит, что она готова. Готовность определяется тестом поплавка. То есть, вы выкладываете закваску в воду и смотрите. Если она остается на плаву, это значит, в ней достаточно дрожжевой активности и она готова к внесению в тесто. Если этого не происходит, закваске необходимо дать больше времени на созревание. Перемешиваем муку, закваску и воду и оставляем на ферментолиз. По окончании ферментолиза замешиваем тесто. Суть этого шага состоит в том, чтобы дать возможность белкам муки набухнуть, а также дать оболочкам зерна впитать воду. Производим замес. Замес необходимо производить до той степени, когда тесто начинает отходить от стенок дежи. Это первый знак того, что тесто вымешано. А второй и самый главный знак – это тест на глютеновое окно. Необходимо сделать тест на глютеновое окно и посмотреть. Если тесто не рвется, то оно готово. Следует также иметь в виду, что так как мы имеем дело с цельнозерновой мукой, тесто у нас никогда не будет настолько гладким и настолько развитым в отношении клейковины, как если бы мы имели дело с высокосортной мукой. Так как частицы оболочек, как осколки стекла, влияют на клейковинный каркас, то есть они его просто стремятся разрезать, порвать. Поэтому полной гладкости теста мы в цельнозерновой муке никогда не достигнем. Вываливаем тесто в контейнер для брожения. В контейнер для брожения смазываем растительным рафинированным маслом, которое не имеет ни запаха, ни вкуса. Слегка организуем его, для того, чтобы оно не лежало бесформенным куском и оставляем на брожение. Мы видим температуру теста 25 градусов, это прекрасно. Желаемая температура теста 24-26 градусов. Оставляем на 45 минут и делаем первое складывание. Затем еще на 45 минут и второе складывание. После этого оставляем тесто еще на час, не трогая его. В процессе брожения тесто становится более упругим. Оно лучше держит форму после складываний. Это значит, что все идет по плану. По прошествии в общей сложности 2,5 часов тесто должно увеличиться в объеме примерно на 30-35%. Осторожно вываливаем его на рабочую поверхность, стараясь сохранять в нем газ. Помогать себе можно скребком слегка сверху, не сильно форсируя тесто. Разделяем его на два равных куска. И слегка предформуем. Предформуем вот таким вот образом, стараясь сохранять в заготовках газ. Выкладываем на противень и даем полежать в течение 15-20 минут. Теперь можно приступить к формовке. Формовка, опять же, должна быть достаточно легкой. Для этого убираем излишки муки, для того, чтобы у нас не образовывались непромессы. Делаем вот таким вот образом, складываем типа конверта. Вот таким вот образом, складываем и выкладываем швом вниз. Это нужно для того, чтобы шов у нас в процессе выпечки красиво, рустикально раскрылся. Вот так вот мы сформировали заготовки. И теперь, не накрывая, это очень важно, не накрывая, ставим в холодильник. Мы заготовки не накрываем, для того, чтобы холод из холодильника мог максимально быстро проникнуть в заготовки и замедлить брожение. Так как у нас тесто полностью цельнозерновое, брожение происходит очень быстро. Выпекаем либо на разогретом камне, либо на разогретом противне, или вот так, как я, в разогретом чугуне. Выпечка, как всегда, с паром первые 20 минут при температуре 250 градусов, а затем без пара еще примерно 15-20 минут при температуре 230 градусов. Даем хлебу остыть примерно в течение двух часов, а затем можно нарезать. Как мы видим, хлеб у нас хорошо раскрылся. Он имеет такой рустикальный надрыв. Это именно то, что мы хотели получить, складывая заготовку швом вниз. Несмотря на то, что хлеб, как я уже сказала, полностью состоит из цельнозерновой муки с длительной холодной ферментацией, он практически не имеет кислоты, она очень-очень сдержанная, и он очень мягкий и воздушный. То есть мы, несмотря на такую муку, которая имеет тенденцию давать достаточно плотный хлеб, имеем воздушный и достаточно мягкий на вкус хлеб. Он идеально подойдет к любому блюду. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Бегите на здоровье! Бегите на здоровье!